Крутись, ветерцы, упрямочки донцы, золото горит, чудо-сказку говорит. Историю царя Салтана, его сына, князя Гведона Салтановича и прекрасной царевни Лебеди знает каждый ребенок. О чем она? Прежде всего о том, к чему приводит зависть, о том, что зло, сделанное другому, всегда вернется, но и отданная любовь возвратится с Торицей. Создатели спектакля не иллюстрируют сказку напрямую. Они включаются в игру, которую Пушкин ведет с читателем, поддерживают его озорство и непринужденность, сохраняя при этом уважение к тексту и автору. Ты волна, моя волна! Ты гульки, моя волна! Плещешь ты куда захочешь! Топнишь дверь, ты земли! Подымаешь корабли! Это очень образный спектакль, он наполнен символами, так что каждому зрителю пришлось в какой-то мере стать соавтором и по-своему их расшифровывать. Режиссер Борис Константинов считает, когда судьба дарит тебе возможность сделать что-то вместе с таким автором, как Пушкин, это всегда праздник. Главное не проиллюстрировать сказку строчка в строчку, а увидеть, что там между строк. И попробовать это показать. Тогда будет интересно и взрослому, и ребенку. Конец цитаты. А художник Виктор Никоненко объясняет магию спектакля так. Весь спектакль соткан из образов. Образы меняются, создавая у зрителей ощущения старинного театра. Погрузиться в этот мир с живой музыкой и прекрасными декорациями довелось зрителям в понедельник. Состоялся он на сцене областной Рязанской филармонии.